Ночью 7 декабря Российская Федерация наносила удар по Украине дронами Камиказы типа Шахет 131-136. Всего было запущено 18 ударных дронов. Удары наносились в основном в Хмельницкой и Одесских областях. Наше ПВО в результате двухчасового боя сбило 15 из 18 ударных дронов. Удары шахетами наносились в Измаильском районе Одесской области. В результате попадания шахетов были повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. К большому сожалению погиб один из водителей грузовиков. День 7 декабря 12 часов 45 минут. В Одессе звучит сигнал воздушной тревоги. Очень быстро поступает информация, что подача сигнала воздушной тревоги связана со взлетом МиГ-31К, которые могут быть носителями гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Немного позже нам сообщают, что МиГ-31 летят над акваторией Черного моря. Это дежурный полет. К ним вылетел танкер-дозаправщик Ил-78. Тревога может быть затяжной. Также сообщают, что нет точной информации, есть ли на борту у МиГов кинжалы или нет. Но в 13 часов 45 минут поступает оповещение «Отбой воздушной тревоги». МиГ-31 пошли на посадку. В 15 часов 58 минут 7 декабря поступает оповещение «Внимание! Следите за сигналами тревоги!» В 16.00 в Одессе снова звучит сигнал воздушной тревоги. На этот раз нам сообщают «Внимание! Ту-22М3 фиксируется над акваторией Азовского моря. Могут сейчас пустить ракеты Х-22». В 16 часов 10 минут «Внимание! Фиксируется пуск ракет Х-22» или «Это средство радиоэлектронной борьбы». Ракеты Х-22 наше ПВО, увы, пока не сбивает. Информации по прилетам не поступало. Значит, это была, скорее всего, работа РЭП – средство радиоэлектронной борьбы, которые имитируют пуски ракет. В 16 часов 30 минут поступает оповещение «Отбой воздушной тревоги». Так тревожно и беспокойно проходит ночь и день 7 декабря. Моим дорогим соотечественникам-землякам мирного неба, всего самого наилучшего, берегите себя, дорогие мои, и даст Бог! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok